Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выздоровели 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 14 564. Такие данные в четверг, 22 октября, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 249 человек, скончались четверо. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 242 летальных случая. С болезнью справились 11 634 человека. В течение болезни во многом зависит от того, какие меры были приняты в первые часы недомогания. Врачи рекомендуют сразу вызывать на домучисткового. До его прихода выпить теплого чая и надеть маску. После осмотра врача оставаться дома, принимать все лекарства, которые назначил доктор, и выпивать не менее двух литров жидкости в сутки. Исключить все контакты с окружающими и побольше лежать на животе. На второй день, если стало лучше, нужно продолжать лечение на дому. Пить лекарства, витамины и выполнять дыхательную гимнастику. Если состояние не изменилось, снова вызвать врача для коррекции и лечения. А если стало хуже, вызвать скорую помощь и быть готовым к госпитализации. В каких случаях больных коронавирусом лечат дома, рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян в инстаграме ведомства. По его словам, решение принимает врач, исходя из ситуации. Трем категориям пациентов рекомендуют лечиться дома. Это люди, у которых впервые поднялась температура, у кого положительный тест на коронавирус, но изменений в состоянии нет. И третья категория – люди с пневмониями не коронавирусной идеологии. В каждой группе врачи выписывают свое утвержденное лечение. Но в любом случае за амбулаторными больными должны наблюдать врачи, консультировать их по телефону. Как это происходит в первой городской поликлинике, узнали наши корреспонденты. Добрый день. Первая поликлиника. Как вы себя чувствуете? После того, как в Самаре появился координационный центр помощи больным, пневмонии, COVID-19 и ОРВИ, удалось разгрузить первичное звено здравоохранения. Персонал первой городской поликлиники уже не сортирует звонки, а занимается консультацией пациентов. Многие жители с легкой формой болезни находятся на амбулаторном лечении. Им оказывают поддержку дистанционно. Мы сейчас хотим добиться того, чтобы максимальное число пациентов осматривались на дому, чтобы они не шли в поликлинику. Именно поэтому мы пошли по тому пути, что мы у себя создавали дополнительные бригады неотложной помощи, дополнительные бригады сестринские, чтобы максимально охватить пациентов на дому. В помощь врачам-терапевтам первой поликлиники направили 15 ординаторов, а также переориентировали медперсонал других отделений, например, стоматологического. Своих врачей, свободных от приема, я сажаю на обзвон пациентов, которые обращались в поликлинику за помощью. Существует алгоритм, по которому врачи обзванивают пациентов, спрашивают о их самочувствии, наличии и отсутствии температуры, кашля, одышки. Выясняют, какую терапию они принимают, выясняют ли, нужен ли в ближайшее время врач. По результатам этого обзвона терапевты делают обход пациентов, больным, которым требуется экстренная помощь, направляют в бригаду скорой, к остальным выезжает неотложка. Специально для этого сформировали дополнительные бригады. Если раньше их в поликлинике было две, то теперь появилось дополнительно четыре бригады неотложной помощи, три мобильных сестринских бригады и специальная патронажная бригада, которая выезжает к пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Только за один день в эту поликлинику поступает более 450 вызовов и более 300 связаны с повышением температуры. Жителям, которые чувствуют недомогание, советуют звонить на бесплатную горячую линию координационного центра. Телефон вы видите на экране. Мэри Илчан, Светлана Кудрявцева. События. Вторая партия детской и взрослой вакцин от гриппа поступила в Самарские поликлиники. Масштабная прививочная кампания стартовала в сентябре. За это время прививки от гриппа сделали более 600 тысяч человек, в том числе около 157 тысяч детей. Подробности в нашем сюжете. В первую очередь вакцинируют тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, люди старше 60 лет, работники медицинской сферы, транспорта и коммунальной сферы. В Самарскую поликлинику номер 14 поступила вторая партия вакцин для детей. Всего 4 180 доз. Вакцина с авигрипп не имеет противопоказаний. В ее состав включен иммуномодулятор, поэтому переносится она детьми легко. Прививку можно делать даже, когда дети только выздоравливают после болезни. Так как нет доказательной базы эффективности противовирусных препаратов, то единственным методом профилактики такой грозной инфекции, как грипп, у нас остается вакцинация. Сделать прививку может любой желающий. И для этого достаточно прийти в поликлинику, за которой пациент закреплен, и взять с собой полис. Игорь Сальников говорит, прививается от гриппа каждый год. Обычно вакцины привозят к ним на работу. В этом году пришлось проявить инициативу. Мужчина говорит, болеть не хочется, поэтому он сам пришел в поликлинику. Я привился, чтобы не болеть гриппом. Просто людей много болеют. И что-то я решил. Короче, чтобы не болеть. Чтобы предотвратить повальное заболевание гриппом, в регионе нужно создать коллективный иммунитет. Он возникает, когда прививки сделаны у 60% населения. За Самарской поликлиникой номер 14 закреплено 15 тысяч пациентов. Сейчас их обзванивают специалисты и приглашают сделать прививку. Скоро сюда поступит вторая партия вакцины от гриппа и для взрослых. Закончить вакцинацию здесь планируют к середине ноября. Виктория Шарая, События. 53 двора обновили в этом году в Самаре по муниципальной программе «Комфортная городская среда». Насколько качественно выполнены ремонтные работы, проверят депутаты городской думы. Об этом стало известно на заседании Комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии. Также народные избранники обсудили подготовку города к зиме. Подробности в нашем сюжете. Один из основных вопросов повестки заседания профильного комитета Думы Самары – подготовка города к зиме. Батареи прогрелись уже во всех больницах, школах, детских садах и практически во всех домах. В этом году обогревать здания начали раньше, чем положено по климатическим нормам, до начала официального отопительного сезона, который стартовал в Самаре 5 октября. К предстоящим холодам и снегопадам подготовили спецтехнику. Этой зимой очищать дороги, а также территории парков, скверов, набережной и дворов будут 777 машин. Подготовлены полигоны для вывоза снега, закуплено необходимое количество соли и песка. Проведена закупка песка. Это около 6300 тонн соли, 819 тонн. Материалы завезены для приготовления песко-соляной смеси. В рамках действующего муниципального контракта, заключенного с департаментом, в текущем году запланирована поставка 9000 тонн бионорда. Председатель городской думы Алексей Дегтев рекомендовал городскому департаменту увеличить штат дворников для своевременной уборки дворов, а также обращать особое внимание на очистку общественных пространств. Мы хотели бы, чтобы в рамках очистки общественных территорий, такие как являются посадочные павильоны, они были приоритетными. Еще одна важная тема – реализация муниципальной программы «Комфортная городская среда». В этом году благоустроили 12 общественных территорий. Среди них Крымская площадь, сквер Фадеева, бульвар Металургов, сквер Овчарова, сквер Речников, территория у храма Кирилла и Мефодия. Привели в порядок и дворы. В этом году это 53 территории. Насколько качественно выполнен ремонт, депутаты решили проверить на выездном совещании. Сегодня прозвучало предложение, которое мы все поддержали, организовать выездное заседание комитета по инфраструктуре и жильщико-коммунальному хозяйству для того, чтобы оценить и принять, или не принять, или высказать замечания и доработки как раз по объектам, которые прошли эту реконструкцию. Сейчас из запланированных на этот год дворов в работе две территории. Их ремонт завершится в течение ближайшей недели. Лариса Шлафас, Николай Епифанов, События. Сегодня избрали глав всех девяти внутриградских районов Самары. Кандидатуру утвердили на заседаниях районных представительных собраний. Все руководители избраны по итогам конкурса, объявленного после прошедших 13 сентября муниципальных выборов. Заявки принимались до 12 октября. Из них конкурсная комиссия по итогам собеседования выбрала по двое претендентов на должность главы района. Окончательные решения приняли на заседаниях Советов районных депутатов. Сегодня главой промышленного района избран Андрей Семенов. Железнодорожного Вадим Тюнин. Советского Вадим Бородин. Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко. Самарский район возглавил Роман Радюков. Куйбышевский Алексей Коробков. В Кировском районе главой избран Игорь Рудаков. В Красноглинском Вячеслав Коновалов. В Октябрьском Александр Кузнецов. Самара сегодня простилась с героем Советского Союза Владимиром Чудайкиным. Гражданская панихида прошла во дворце культуры «Металлург», построенном при заводе, на котором после Великой Отечественной войны Владимир Иванович проработал более 40 лет. Благодарные жители принесли венки и букеты цветов. В Самарской области Чудайкин оставался единственным участником войны, заслужившим высшую степень воинского признания на государственном уровне. Подвиг Владимира Чудайкина уникален. В 1945 году во время штурма Рейхстага его танк в составе штурмовой группы двигался впереди наступающих подразделений, обеспечивая огневую поддержку пехоте. Во время боя сержант Чудайкин помог эвакуировать с поля боя поврежденную машину, которая мешала продвижению техники. Был ранен, но остался в строю, и огнем своего танка продолжал обеспечивать действия пехоты, штурмовавшей Рейхстаг. Позвольте мне в первую очередь зачитать самые глубокие, самые искренние слова соболезнования от имени губернатора Самарской области Дмитриевича Азарова. Самарская область, всю Россию постигла тяжелые утраты. Ушел из жизни легендарный человек, один из самых уважаемых людей нашей губернии, нашего Отечества, герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин. Его имя стало символом Великой Победы, а яркая биография – воплощением подлинного героизма советского солдата, а впоследствии – добросовестного, самоотверженного труда на благо Родины. Ну, я Владимира Ивановича знаю почти 60 лет. Я работал в цехе, где его был отдел, поэтому очень сожалею. Он был очень тихий, смирный, выполнял всегда свою работу. Для меня он был как отец. И вот эта потеря, потеря не только для нашего города, для нашей области, это потеря всего государства. Я считаю, такие люди, которые уходят сейчас из жизни – это святые люди. На протяжении всей своей жизни он был мужественным, глубоко порядочным и очень добрым человеком, который имел стойкие принципы и всегда защищал, стоял на стороне справедливости. Я очень благодарна судьбе, что знакома была с Владимиром Ивановичем. Благодарна ему и за мудрые советы, и за то, что он ввел огромную общественную деятельность. Владимир Иванович – человек, прошедший фронтовую жизнь, и относится совсем по-другому к людям. Мне пришлось служить с фронтовиками, еще был с молодым лейтенантом. Они патические все. Сынок, а я бы вот так бы и сделал, вы понимаете? Так вот, фронтовики, они все такие. Потому что они прошли горнилы. Он стремился к тому, чтобы быть всегда полезным. Это не каждому дано. Видно было, что он хотел сделать для всех самарцев как можно больше. Скромен, абсолютно. Общителен к ним, доступен. Он абсолютно нигде не кищился. И в то же время очень грамотный, очень организованный. Он пользовался большим авторитетом не только у ветеранов, но и у руководства. И поэтому, ну действительно, вот как говорится, человек велик тем, что он служит людям. А он и служил людям. Вот в этом его и величие. Но, к сожалению, все заканчивается. Люди ухожу. Очень жаль. За первые 9 месяцев этого года в России выявили 139,5 тысяч преступлений с использованием банковских карт. Это на 500 процентов больше, чем в январе-сентябре 2019. Всего за первые три квартала этого года произошло 363 тысячи IT-преступлений, что на 77 процентов превышает показатели прошлого года. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев ранее заявил, что рост числа киберпреступлений связан в частности с пробелами в безопасности банковских систем и утечками персональных данных. В России продлили льготную ипотеку под 6,5 процентов. Авиакомпании обратились в правительство за поддержкой. А из Самары теперь можно напрямую лететь в Танзанию. Об этих и других событиях в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте. Это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Кабинет министров России принял решение продлить льготную ипотеку под 6,5 процентов до 1 июля следующего года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Программу субсидирования процентных ставок по ипотеке запустили по поручению президента Владимира Путина в апреле этого года. Она должна была завершиться 1 ноября, но хорошо себя зарекомендовала и помогла как российским семьям, так и строительной отрасли. Поэтому ее решили продлить. Российские авиакомпании попросили Кабинет министров дополнительно выделить 50 миллиардов рублей. Перевозчики находятся в убыточном состоянии из-за пандемии коронавируса. Они отмечают, что начинается зимний сезон, сложный для рынка. И без полного возобновления авиасообщения пассажиропоток с середины октября может снизиться почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Обращение перенаправили в Росавиацию и Минтранс. Весной Кабмин уже выделял на поддержку российских авиакомпаний почти 23,5 миллиарда рублей. А тем временем жители Самары могут улететь в Танзанию. С 14 ноября из областной столицы запустят прямые рейсы на остров Занзибар. Они запланированы с частотой раз в 10 дней. Средняя продолжительность перелета в Африканскую республику составит 9 часов 35 минут. Туристические пакеты на Занзибар уже поступили в продажу. Расписание чартерных рейсов необходимо уточнять дополнительно у авиакомпаний, перевозчиков и туроператоров. Самарская область заняла шестое место в рейтинге научно-технологического развития субъектов России по итогам 2019 года. Рейтинг рассчитывался исходя из анализа 19 показателей, объединенных в 4 группы. Человеческие ресурсы, материально-техническая база, эффективность и масштаб научно-технологической деятельности. В регионе создали инфраструктурную базу для генерирования и реализации инновационных идей. Ее основу составляют высшие учебные заведения, выпускающие квалифицированных специалистов. Кроме того, создаются комфортные условия для стартапов. Молодых предпринимателей поддерживают на любой стадии – от формирования идей до вывода продукции на рынок, отмечают в Министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области. Официальный курс доллара на 23 октября – 77,08 рубля. Американская валюта повысилась на 5 копеек. Евро – 91 рубль и 36 копеек. Европейская валюта прибавила 1 копейку. Нефть марки «Брент» на 22 октября – 42,18 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Пока позволяют погодные условия, в Самаре продолжается дезинфекция открытых территорий, улиц и общественных пространств города. Особое внимание специалисты уделяют местам большого скопления людей. Несмотря на резкое похолодание, горожане еще гуляют на набережной. Обрабатывать приходится спортивные детские площадки и остановочные павильоны. Дезинфекция проходит в ежедневном режиме. Подробности в сюжете Ольги Павловой. Канал «ГИС Самары» для вас. 30 отжиманий в два подхода, затем брусья и легкая пробежка. Борис Олянчиков влюблен в спорт и Самарскую набережную. Каждое утро он приходит к ладье с улицы Садовой. Отмечает убранство, красоту и людей с оранжевыми ранцами за спиной. Это и есть дезинфекторы. Специалисты муниципального предприятия «Самарская набережная» обрабатывают все поверхности объекта, до которых может дотянуться рука человека. Спортивные, детские площадки, поручни, пандусы для маломобильных граждан и остановочные павильоны. Они перешли на баланс предприятия после реконструкции четвертой очереди набережной. Людей в комбинезонах с оранцами Борис поддерживает. Санобработку в период пандемии считает необходимой. Обязательно надо, потому что очень большое количество людей пищает площадку. Также и дети, соответственно. То есть видите, сана совмещена спортивно с детской. То есть безусловно это обязательно надо делать. Пока погодные условия еще позволяют работать жидкими дезинфицирующими средствами. На территории набережной в ежедневном режиме трудятся три бригады. Дезинфекцию проводят ручным способом при помощи ранцев распыления. Средства для санобработки парков, скверов и объектов городской черты безопасны для людей, имеют сертификаты качества и рекомендованы Роспотребнадзором. Обрабатываем мы каждый день, каждый день на всей территории набережной. Начиная от ладьи, так скажем, четвертой очереди набережной и кончая речного вокзала. По мере снижения температуры воздуха работы на улицах приостановят. Дезинфекцию будут проводить только на закрытых территориях и объектах, чтобы предотвратить травмирование горожан. Антисептический раствор предназначен для использования при плюсовых температурных значениях. На сильном холоде он может попросту замерзнуть. При отрицательных температурах бактерии никакие не выживают обычно. Поэтому Роспотребнадзор, требование по рекомендации специальной обработки поверхности, он выдал как раз в начале апреля, когда уже потеплело, сошел снег. И люди, по крайней мере, начали посещать эти объекты. Появился тактильный контакт с поверхностями. И уже с этого момента мы начали работать по санитарной обработке. По завершении зимнего периода специалисты, скорее всего, вернутся к дезинфекции открытых городских пространств. Сейчас готовы работать до первого снега и сурового минуса на термометрах. Особенно на территориях, которые так любят самарцы – набережной, парках, скверах. Запасы средств для орошения постоянно пополняются. Санобработка будет находиться в зоне особого внимания властей, вплоть до снятия режима повышенной готовности. Ольга Павлова, Максим Гусев, События. В начале следующего года в России создадут открытую цифровую платформу ГИБДД с информацией о нарушителях правил дорожного движения. Это позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишения водительских прав. Одно из частых нарушений, которые допускают автомобилисты, не пропускают на дороге пешеходов. Самарские правоохранители регулярно проводят акцию «Пешеходный переход». Об одном из рейдов наш специальный репортаж. В целях снижения тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, сотрудниками ГИБДД в Самаре были проведены профилактические рейды «Пешеходный переход». В зону контроля попали не только пешеходы, но и водители, не предоставляющие преимущества пешеходам в зоне действия пешеходных переходов. В последнее время участились случаи наезда на пешеходов, как на пешеходных переходах, регулируемых, нерегулируемых, а также вне пешеходных переходов. Если брать пешехода, то здесь предусмотрена ответственность по статье 12.29, часть 1. Штраф там составляет 500 рублей. Если мы берем ответственность для водителей, то штраф там предусмотрен от 1000 до 1500 рублей, статья 12.18. Инспекторы отмечают, что наезды на пешеходов по-прежнему являются одним из основных видов ДТП, а пешеходы – самая незащищенная категория участников дорожного движения. Зачастую причиной наездов становится не только низкая транспортная дисциплина водителей, но и неумение пешеходов убедиться в безопасности перехода и правильно оценить дорожную обстановку, предвидеть расстояние до автомобиля и тормозной путь. Ну, не пропустил пешехода на пешеходном переходе, хотя видел, что он идет, но тороплюсь по работе. Случайно не заметил. Пешеход был на той стороне дороги, эта сторона дороги была свободная, а там как раз машина шла. Поэтому, соответственно, чтобы не попасть мне в аварию, не создать аварийную ситуацию, попытался проехать, а пешехода уже увидел потом, когда он начал уже переходить. Кроме этого, автоинспекторы проводили с гражданами разъяснительную работу по обязательному использованию световозвращающих элементов в темное время суток и раздавали тематические памятки. Пятый год работы на таких участках ведутся в рамках муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2016-2020 годы. Мы разрабатываем мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения непосредственно на пешеходных переходах. То есть совместно с госавтоинспекцией прорабатываются такие мероприятия, как увеличение, допустим, уровня освещенности пешеходного перехода, установка дополнительных технических средств регулирования. То есть вот эти мероприятия мы реализовываем. В том числе на участках дорог, ранее зарекомендовавших себя как аварийно-опасной, пересмотрели организацию движения, ввели светофорное регулирование, установили специальное ограждение для предупреждения выхода пешеходов, на дорогу в неположенных местах принесли разметку и выполнили другие необходимые виды работ. В Самарском академическом театре оперы и балета стартовал 20-й фестиваль классического балета имени Аллы Шелест «Самарская Шелестиана». В этом году программа включает пять показов балетных спектаклей и два больших гала-концерта. Открылся фестиваль премьеры вечера одноактных балетов в хореографии Владимира Бурмейстера, старшего современника Аллы Шелест. На памятный форум в честь прославленной балерины съехались лучшие российские артисты. Подробнее расскажет Елена Малютина. Три истории о любви и восхищении красотой. Вечер балетов Владимира Бурмейстера начался с его знаменитой постановки Штраусиана. В 1941 году он поставил ее в Москве. Тогда, после просмотра, советские солдаты шли прямо на фронт. Сегодня, во время пандемии Штраусиана, тоже заряжают зрителей оптимизмом и верой в светлое будущее. Именно с нее и решили начать 20-й юбилейный фестиваль имени Аллы Шелест. Балетмейстер-постановщик, народная артистка СССР Маргарита Дроздова. Энергетика этого спектакля, она удивительная. Вот понимаете, вот сейчас мы вынуждены ходить в масках, да, сложная ситуация. А вот этот спектакль, который дает надежду на то, что все пройдет и все будет хорошо. Поэтому, дорогие зрители, мы вас ждем, приходите, получите удовольствие, обещаю. В первый день фестиваля зрителям представили необычное сочетание трех ярких, эмоциональных, одноактных балетов на любой вкус. Бодрая Штраусиана под музыку Иоганна Штрауса, романтичные вариации на музыку Жоржа Безе, премьеру которого Бурмейстер представлял в Париже. Для страстных натур темпераментный балет «Болеро» музыка Мариса Равеля. Фестиваль посетила и дочь Владимира Бурмейстера, внучатая племянница Петра Чайковского, Наталья Бурмейстер. Ну, я счастлива, я счастлива глубоко, что произведения отца моего, Бурмейстера Владимира Павловича, живут столько времени, его уже давно нет живых. А балеты живут, это о чем-то говорит. Это говорит о том, что это настоящее искусство. Я уверена, что человек Маргарита Сергеевна Дроздова работала ведь с отцом, и она как-то прониклась его сутью, его манерой работать с людьми, его главным смыслом, который он вкладывал в свои балеты, это не просто танец под музыку, это танец самой музыки. 20-й фестиваль классического балета имени Аллы Шелест Самарская Шелестиана проходит под фонограмму, потому что часть артистов оркестра сейчас находится на самоизоляции. Зрители наслаждаются искусством в масках, а зал заполнен наполовину. Это связано с мерами предосторожности. В прошлом году фестиваль посвятили юбилею легендарной советской примы-балерины Аллы Шелест. В этом зрители знакомят с искусством 19-20 веков. Это и новые премьеры, это премьеры прошлого сезона, как балет «Брестаревский фонтан». Это новые и еще неизвестные звезды из разных театров, больших, великих театров нашей страны. И это два изумительных галоконцерта, которые мы создали, посвященных истории русского балета и истории советского балета конкретно. Поэтому я надеюсь, что будет интересно и надеюсь, что это будет начало новой жизни. Фестиваль завершится 30 октября. Елена Малютина, Константин Галловин. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин